О значимых событиях недели говорим сегодня с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. Это главная новость. Здравствуйте. Здравствуйте, Владыка. И не могу не начать с печальной новости. Жители республики и все православное сообщество простились с наместником Раивского Богородицкого Мужского Монастыря Архимандритом Всеволодом. Панихида прошла в монастыре. За упокойную литургию возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Напомним, о кончине настоятеля Раивского Монастыря стало известно в минувшую субботу. Он скоропостижно скончался на 58-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Напомним, в 91-м году священнослужитель впервые посетил разрушенный Раивский Монастырь и начал восстановление обители. Отец Всеволод похоронен на территории Раивского Монастыря. Владыка, лично вы совершили литургию. Какой персоной запомнился нам Всеволод? В первую очередь, как человек светлый, очень деятельный. Как человек, который обладал одним замечательным даром. Это любовь не по декларации, а в жизни. Я бы сказал, такое вот милующее сердце. От него никто никогда не уходил неодаренным. По-разному эти дары были. Для одних это беседа, пасторское наставление. Для других это может быть иногда и строгость некая. Для третьих это то, что необходимо на день грядущий. Может быть на одежонку, у кого-то детишки нуждались. Он всегда помогал всем. И при этом он никогда, насколько мне известно, не кичился своими добрыми делами. А если хотите, даже наоборот. Старался, как это по-настоящему и должен делать верующий человек. Не видит и не знает твоя правая рука, что делает левая. Дающая тоже. Лучше, чтобы не в ту сторону, а в другую. И что характерно, накануне, буквально, я отъезжал в Нижнекамск, в Наверочный Челны заехал потом. Мы очень долго по телефону разговаривали. Я давал ему какие-то указания, что надо сделать. Как будто прощались. Как будто прощались, да. И он очень с таким оптимизмом. Владыка будет сделана, ну 100% все. Он так любил очень активно даже вести диалог. Ну и потом вот случилось то, что случилось. Это беда. Оторвался тромб. Кто-то там говорит инфаркт. Нет, тромб оторвался. И закупорил легкие. И врачи говорят, что, к сожалению, практически невозможно в такой момент спасти. Спасти можно, наверное, только говорить тогда, если он прямо вот тут на операционном оказался, и сразу вскрывать. Ну вот такая трагедия. С именем наместника Всеволода связано восстановление храма Раевского мужского богородицкого монастыря. А вот как вы считаете, как вот так вот случилось, что вот, может быть, эта судьба свела Божий какой-то вот промысел в том, что вот именно он пришел туда и возродился? А вы знаете, что всегда Господь ведет людей. У меня был один очень хороший наставник. А он жил в Троице-Сергиевой лавре. И туда приезжает очень много руководства страны, видные люди. Это под Москвой. Да? И вот он всегда любил говорить. Он уважаемый очень был. Запомните, что даже когда народ вас избирает, то точку ставит Бог. И через народ то же самое действует Господь. Поэтому надо всегда помнить, есть промысл Божий. А тем более, когда такие добрые дела, как восстановление поруганной обители, конечно, Господь его привел, поставил. И вот он был ровно столько, сколько надо быть. Я выступаю, обращаясь с проповедью, вчера я сказал, думал очень много, ну что же самое главное. И мне показалось, что вот Господь его взял как такой очень зрелый плод. Господь его взял на вершине даже человеческой славы. Он пользовался авторитетом во всех кругах, начиная не только ограничиваясь республикой, но и руководство страны бывало там, и ценили, и знали. И многие приезжали, я беседовал, не буду называть святые имена, да, выражали свое соболезнование, но и наши руководители. И я благодарен президенту Рустаму Нургалеевичу, прислал соболезнование, делегацию целую прислал, и также Шаймиеву. Его действительно любили. И вот я говорю, его взял Господь вот как зрелый плод на вершине славы. Вот Всеволод потрудился, давай-ка пойдем туда, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, где не надо тебя восстанавливать храмы, иди сюда. Как сегодня будет решаться вопрос о том, кто возглавит обитель? Ну, это вопрос лично мой, и я сейчас пока, естественно, взял общее руководство на себя, там кого-то назначил, чтобы повседневной жизнью, а сейчас буду смотреть. Не так просто. Ну, думаю, Господь пошлет нам. Но, поскольку я, в общем-то, по положению, по нашему уставу являюсь и был тоже священно-архимандритом, то есть полным руководителем, но права делегировались, так же, как и отцу Всеволоду или другим наместникам, но они по разной степени реализуются. Допустим, для отца Всеволода у меня не было к нему никаких претензий. Ну, вот как он вел жизнь, так и вел. Вот, а сейчас буду подыскивать. Отец Всеволод скончался скоропостижно, и в этой связи философский вопрос, а можно ли быть готовым к смерти, особенно если касается близкого человека? Вот это вопрос очень важный, вообще для всех людей. К великому сожалению, часто наши поступки, мы живем так, вроде бы мы останемся жить вечно. Человек, допустим, имеет какие-то пороки, и думает, ну, особенно, с одной стороны, теплится какая-то вера, то есть он признает, что есть потусторонний мир, есть Бог, есть вечность, но живет так, как вроде бы этого ничего нет. Или я еще успею, у меня есть запас прочности временной, но я пример отца Всеволода, и очень много у нас таких примеров, ты не знаешь, когда Господь тебя позовет. Поэтому, в принципе, человек, родившись, уже должен думать о том, что ему придется умирать, и уже из этого исходя, выстраивать свою жизнь, а особенно, когда уже возрасток пошел туда подальше, уже более осознанно живешь, тогда тем более надо думать и соразмерять свои поступки с тем, как они будут оценены в будущем, в вечности, где ни адвокаты не помогут, ни вот это дело, ни банковские счета, ни рейтинги. Один рейтинг. Каким ты был человеком? Насколько ты был отвечающим нравственным нормам? И божественным, и человеческим. Думать об этом надо, и готовиться к этому надо всем, без исключения. И ты, Феофан, тоже готовься. Спасибо. А жизнь продолжается? В субботу Нижнекамск отметил 50-летие, вы там были, поздравили жителей района с праздником. Вообще, значение города Нижнекамска для Татарстана сложно переоценить. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, меня, я был впервые в Нижнекамске, меня поразил город своей чистотой, своими широкими проспектами, ухоженностью улиц. И когда проходили, ну, скажем, основные мероприятия, такие демонстрации, скажем, но это было вот настолько красиво все, начиная с молодоженов, которые жизнь так как бы продолжают. Молодожен, молодожен, дети же потом, да, семьи потом. И я посмотрел, что атмосфера, народ очень добрый, и, я бы сказал, внутренней удовлетворенности. Я не увидел лиц кислых, не увидел гримас каких-то, да, бьет жизнь. И я думаю, что... Это, наверное, главное. Это самое главное, конечно. И большие перспективы на будущее, но и очень много делается по различным направлениям. Ну, в первую очередь, работает индустрия, которая флагманом является не только в республике, но и в России. Вы имеете в виду нефтехимический комплекс? Нефтехимический комплекс, ну, конечно, нефтехимический комплекс. Это же замечательно. Поэтому, слава Богу, дай Бог, что Татарстан является таким, я бы сказал, флагманом с такими городами. И пример для России. Не бойтесь, никакие санкции у нас не задушат, если работать будем, перестанем биться о том, у нас как выбора, так начинаем грязью выливать друг в друга. Вот от этого уходить надо, а созидать, тогда все будет как в Нижнекамске. Ну, а впереди у нас еще один праздник, это День Республики. Вот, на Ваш взгляд, для чего нужен праздник День Республики сегодня для Татарстанцев? Ну, дорогая моя, вообще праздники нужны. Не одни же трудовые будни, да? Что такое праздник? Когда люди должны отдохнуть, немножко расслабиться, да? Но праздник День Республики, это еще праздник, который может нас объединять и объединяет, когда мы собираемся все, независимо, какого мы цвета кожи, разреза глаз, каких религиозных убеждений. Действительно, очень важно для Татарстана много национальный, много конфессиональный и дружный живущий здесь народ. И вот эти праздники, они подчеркивают, ведь очень хорошая тематика мозаика культуры. И мы вот видим разноцветия. Вот такая корона замечательная, каких только там нет цветов, и алмазы, и яхонты, и рубины. Я не знаю, я не специалист по камням, но замечательная, я бы сказал, созвездия, соцветия, вот это многообразие культур, языков, традиций, религиозных убеждений. Это все праздник Республики, история, настоящее, будущее. Понятно. В преддверии очень важного дня для учеников, их родителей, педагогов, Дня знаний в России новый министр образования. Вот как вы отнеслись к этой новости, и на ваш взгляд, что сегодня нужно поменять в системе образования и нужно ли менять? Я совершенно нормально отношусь. И вот тот некий, я бы сказал, посул неправильно, да вот она там, вот она религиовета, вот она консерватор, вот она, ну каких только ярлыков человеку не начали вешать, она еще не вступила в должность. Я думаю, что, я хочу сказать, что я ее знаю лично, да, нормальный, взвешенный человек, и в системе образования многое, конечно, я бы, вот Сталин, поменьше бы перемен. Если бы что-то и делать, то, может быть, корректировать курсы, да, в том или ином направлении. Я не говорю не только это в системе образования, но поменьше перемен. А то мы до основания, а потом, а потом созидаем непонятно что и как выходим из этого до и потом. Поэтому я еще раз говорю, что нормальная, опытная, ну, самое главное, это человек, который любит страну. У нее нет другой страны, она любит Россию. Это очень важно. Поэтому я думаю, что будет не хуже. Ну, вот, а образование как? Я так поняла, что на ваш взгляд не надо там что-то кардинально менять. Подождите, я не сказал так. Вы за меня не говорите. Я думаю, что это, может быть, надо и посмотреть, да, вниз, потому что, ну, ведь не зря об этом многие говорили, президент неоднократно говорил, особенно что касается истории, да, когда совершенно непонятно учебники. Тоже какие-то должны же быть реперные точки, направления. Не так, кто как хочет и кто что хочет. Различные взгляды и начинаем навязывать детям, да. Должна быть система, которая... Это вы что имеете в виду, какой предмет? Ну, по многим, особенно история. В основном? В основном это история, основные предметы. Да, я тоже так поняла, что вы свою историю учились. Да, и лишь взять, ну, даже взять литературу, язык, да, но, простите, когда вот у нас, я ректор семинария, приходят, и это не потому, что у нас такие приходят, люди безграмотные часто. Преподаваться? Нет, поступают абитуриенты, абитуриенты, и также в вузах, жалуются везде, да, в чем дело? Почему? Почему? Или, допустим, я вот иногда, у меня родственники есть, там, у них дети, я начинаю спрашивать, там, какие-то исторические, там, моменты из жизни нашей страны, да, а он, допустим, сейчас 11 класс учится, там, один у них, я говорю, ну, а он, а это у нас было еще в седьмом классе. Я помню, когда это было, я учился 50 лет назад, я помню школьную программу, да, это о чем говорит? Это говорит о том, что что-то недорабатывается. Поэтому, я еще раз повторяю, речь не идет о каких-то вот таких, но коррективы нужны. Спасибо, понятно. Завершается Успенский пост, впереди праздник Успения Пресвятой Богородицы, как подготовиться к этому празднику? Ну, я всегда говорил, понятие пост, это ведь некие ограничения, ограничения в пище, но, к великому сожалению, очень часто только и сводится, вот не ем я, да и все. А если соседа кусаю понемножку, то это не считается. Самое главное, я мясо не ем, а от соседа ничего, можно укусить. Внутренний перестрой должен быть, внутреннее очищение. Пересмотри, загляни в свою душу, какая она у тебя там, что-то на соседку злишься, или на свекрову, или на мужа, или жена там, или муж на жену, да, или там ты частенько заглядаешь в рюмку. Многие вещи, которые надо пересмотреть. И с этим уже идти к празднику Успения. Понятно. Стартовал прием заявок на участие в форуме добровольцев Татарстана. Он пройдет в Казани в сентябре. Среди прочего будут проводить различные тренинги. Можно ли, в принципе, научить делать добрые дела? Нужно. Не просто можно, а нужно учить делать добрые дела. Но все эти тренинги хороши, когда они основаны на конкретных личных жизненных примерах. А если это только фантазия теории, то они не всегда могут иметь успех. Поэтому тренинги, еще раз повторяю, добрых дел, их укорененность, конкретные дела, которые делаются. А не некая теоретическая модель. Это очень важно. Ну а тренинг, нужен тренинг, опыт, поделиться, да? Я бы даже сказал, ну если мы говорим о мастер-классе, ну делай так, как я. И рассказал на примере, какие добрые дела, как делаются. А что касается научить, показать дорогу просто надо. Это же равносильно тому, как старая басня с тем, не главная задача накормить аборигенов какими-нибудь рыбой, а научить их ловить рыбу. Поэтому привить вкус еще к добрым делам. Мне вообще кажется, что добрые дела, их очень важно начинать делать в семье с малых лет. Ну конечно. Ребенок в семье появился, именно там флософия дала. Обычно говорят, вот добрые дела, вот добрые. Я никогда не забуду, ребенок послевоенный в деревне жил, и вот добрые дела. Наступал праздник Пасхи, или там к Рождеству. Кто-то жил поблагаче в деревне, кто-то победнее. И вот у нас всегда мать нас, ребят, у нас было шестеро, завязывала нам узелки, положила туда кусочек мяса, масла, яиц. Это Дуньке отнеси. Дунька живет одна, погиб муж на войне, и у нее детишки. Это Наташки, у Наташки там некуда. Вот оно естественное состояние. И очень важно, чтобы родители, а то мы говорим, ну ты обалдуй, смотри. А сам-то как показываешь родителям? Вот показывай своей жизнью, своим примером. Вот была и сейчас старт, да вот, ну соберем ребенка в школу. Ну какие добрые, ну помоги, посмотри вокруг тебя. Да, у тебя там, ты своего ребеночка не знаешь, во что и как уж, как ему угодить. Любой каприз на тарелочке. А кто-то, какой-нибудь мальчишечка, там девчушечка, совсем рядом живет. Ну вот, ну вот тебе конкретно, вот тебе доброе дело. Вот и сделай его. Вот и тренинг. В Казани открылась фотовыставка, посвященная сестрам милосердия. Есть ли они в Татарстане? Насколько важен и нужен этот институт, во всяком случае, в нашей стране, где царит мир? Конечно, конечно же. А что с сестрами милосердия вообще? Потому что милосердие только во время военных действий, да? А сегодня где они наиболее... Вот я еще раз, вот женщина лежит одна дома, да? Врачи практически, ну, говорят, вот там мы не можем себя лечить, или там мы знаем, а кто за ней будет вот ухаживать, прийти, помочь, не знаю, сварить, постирать, пол там вымыть. Или живет там какой-нибудь инвалид, ну, не знаю, может быть, дедная семья. И я очень часто настраиваю в своих больницах, да? Но мы знаем, оставляет желать лучшего. Лежит человек, у кого есть родственники, приходят там и покушать принесут что-то, и помогают. Ну, кто? Вот прояви милосердие. И у нас при храмах это особое внимание уделяется. В Никольском соборе у меня около ста человек, сестер милосердия. И я иногда, когда встречаюсь с ними, я говорю конкретно, вы не только являетесь, так сказать, формальным флагом дел любви и милосердия, а вот конкретикой своей. Конкретно, посмотрите хотя бы вокруг, кто в храм ходит, кто-то бездомный, кто-то так, ну, ты проявляйте дела милосердия. Очень важно, нужно, и этот институт, он всегда был в России. А для религии это закон нравственного спомоществования ближнему. У нас буквально минута до конца программы, и у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям. О чем сегодня, на ваш взгляд, стоит говорить? Я думаю, только об одном стоит сейчас говорить. Сейчас я скажу то, о чем я не проговаривал, не договаривался. Грядет время выбора и прочее. Не грызите друг друга. Живите ровно, спокойно и мирно. То, о чем мы говорили, устали мы от революции, от переворотов, от не знаю чего только. Вот мир и стабильность должна сохраняться у нас везде и всюду. И особенно, как патриарх сказал, Татарстан особый регион. Как будет Татарстан, так, пожалуй, будет и во всей России. Давайте мы сохраним вот этот мир и стабильность во всех направлениях. Между религиями, между нациями, между народом и властью. Вот тогда это будет нормальная жизнь у нас. Ну и еще, а для верующих своих, говорю, 28-го пост, не постился еще, с него неделя осталась. Пересмотри свою жизнь и обязательно посетите храмы. Богоматерь, она для нас является нашей защитницей, покровительницей и помощницей. Храни вас Бог. Спасибо огромное, что нашли время, пришли в нашу студию. Это были главные новости. С вами была Ирина Субеева. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!